друзья такие вот ступени большие и дверь двери такие давайте поднимемся не спеша и попробуем упасть во внутрь если открыто можете наблюдать вот эти вот отверстия все гадаю гадаю что такое смотрите такой красавец вот такие вот двери здесь ворота верни посмотрите какие мощные хочу миллион подписчиков на ю тубе вот снимаю интересные красивые места вот а приблизительно сколько вы сказали такое общество это идет служба храме друзья тяжелый за тяжелый как принципе жизнь российского народа тоже что это за камень не подскажете что-то значит он на что-то значит камень этот или просто лежит дорожка такая вся цветами усыпано тротуар здесь тоже цветы я совершенно случайно узнал про это место это наверно вход в монастырь сам в мужской я так думаю хотя может быть я и ошибаюсь здесь святой источник я так понимаю здесь ключевая вода я уже снимал потом ролики есть как мы ее с антоном пьем у краник поворачиваем пробуем я можете наблюдать вот эти вот отверстия все гадаю гадаю что такое на башне но я думаю здесь были пушки обороняли эту крепость этот монастырь от нашествия может быть татаро-монгол а может быть каких-то еще войск вражеских видите да как прям крепость такая военная выполнена постройка наверное здесь какие-то военные действия происходили исторические оборонялись от нежеланных гостей таким образом или выливались кипящую смолу так это тоже если кто из вас историю хорошо знает обливали врага когда тот пытался на бардаш идти через стены перелазить обливали или которые внизу войска обливали кипящей смолой человек сваривался просто он варился получал несовместимые жизнью ожоги поэтому давайте наверное думать о хорошем что это просто какие-то вентиляционные отверстия но надо все-таки в истории покопаться и почитать про этот монастырь посмотреть более подробную информацию друзья друзья вот такой вот здесь мотоцикл возле монастыря мужского стоит смотрите такой красавец смотрите какой какой зверь это моя мечта когда-нибудь я стану известным на ю тубе друзья наберу миллион подписчиков и с вашей помощью куплюсь куплю себе такой же такого же железного коня друзья на мой взгляд это не просто машина из металла из кусков металла это железный конь верный друг по жизни спутник на дороге такой вот друзья возьму себе такого же коня 220 километров в час видите да на спидометре возьму себе друзья такого же коня это все конечно мечты но когда нибудь все таки я надеюсь у меня будет на с вашей помощью миллион подписчиков и я смогу себе позволить такого вот друга свою конюшню в свой гараж друзья поэтому буду признателен если вы подпишитесь на мой канал поставите жирный лайк пусть даже авансом и посоветуете мой канал своим друзьям и также нажмете на колокольчик чтобы получать от меня новые новости о роликах о моих новых видео роликах друзья друзья вот такие вот двери здесь ворота верни посмотрите какие мощные как при царе наверно были чтобы враждество не могло войти такие вот друзья ворота массивные тяжеленные одному человеку их тяжело открывать и закрывать надо вдвоем как минимум и вот друзья ворота двери верни да нет хотя в принципе если постараться можно и одному если приложить усилие ворота друзья парочка ворота вот ворота valt так вот друзья это уже выход вот с той стороны где белый внедорожник а здесь мы снимаем на территории монастыря мужского друзья монастыря он друзья идет владелец этого коня железного с шлемом в руках сказка когда-нибудь и я буду также идти кадре а пока что извините это ваш мотоцикл а дорогой вообще я просто для youtube и снимаю дорогой на сколько приблизительно такой зверь стоит вообще зависит это просто моя мечта вот я хочу миллион подписчиков на ютубе вот снимаю интересные красивые места вот а приблизительно сколько вы сказали такой вообще стоит около 2 миллионов это 2 литра 2 литра конечно но это только в сезон да наверное летом только летом наверное в сезон да на нем у него низкий центр тяжести легко рулится спасибо спасибо вам вот может когда-нибудь меня будет миллион подписчиков смогу себе такое же позволить ну как деньги реклама ну как бы я не из-за этого я для удовольствия снимаю просто на путешествую по россии начинал я по вахтам ездил но в принципе и сейчас по вахтам мотаюсь ну и плюс снимаю вот меня заносит в глубинке нашей большой россии я вот снимаю такие места для людей люди пишут благодарность спасибо то что сами предположим не знали даже таких местах вот так появляются подписчики просмотры а потом спасибо вам вам тоже до свидания спасибо друзья вот такая вот красота такая вот друзья как же правильно сказать картина нанесенная икона но не преска это точно тут окна а здесь видимо места окна но очень так интересно интересное исполнение как пахнет цветами прямо этот запах друзья пахнет очень сильно цветами прям бьет в ноздри этот запах цветов цветов которые цветут уже вот они заканчивают наверное уже какие-то подсохнет погода жаркая стоит но прям такой сильный если кто из вас у кого нет аллергии на запах цветущих растений то я думаю на запах цветения он водопадик то я думаю вам здесь понравится друзья камень камень друзья вот такой вот здесь камень есть но никакой на нем надписи не вижу никакой гравировки а то что это за камень не подскажете что-то значит он на что-то значит камень этот или просто лежит искусственный на друзья декоративный камень видите мне сказали постучать кулаком я постучал а он как переспелый арбуз послушайте пустой внутри друзья вот так он бывает как говорится так и люди внешность обманчиво снаружи красивый человек а внутри пустой также и здесь с этим камнем получилось снаружи он могучий великий а внутри пустота друзья давайте возьмем мой пакет и пойдем дальше делать съемку проводить в ней друзья здесь святой источник я так понимаю здесь ключевая вода я уже снимал в этом ролике есть как мы ее с антоном пьем такая вот так сказать то такое вернее строение даже не знаю как сказать как это назвать наверное даже не веранда а не знаю что из камня кирпича я думаю такой вот крест наверху друзья здесь можно попить воды она бьет из источника святой источник пойдемте поближе посмотрим попробуем этой живой воды надеюсь не мертвой она живая друзья вот такие вот здесь ступеньки наверх такой вот такая как раковина но это крест а здесь я так понимаю источник бьет источник эту краник поворачиваем углеваем и пробуем на друзья вода очень вкусная живая сложно это объяснить даже минеральная наверное не такая вкусная это надо пробовать действительно много чего мы с вами в обычной жизни в обычной квартире просто не можем увидеть потрогать пощупать и осознать что нас травят а здесь действительно вода вот две кружки кстати вода живая и очень вкусная зарправилась и 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 Друзья, я думаю, вы слышите пение Я так понимаю, вот это вот, вот это вот храм, оттуда наносится ангельское божественное пение, мужское пение. Очень красивые голоса, друзья. Я думаю, можно зайти и послушать. Подойти поближе и послушать. Продолжение следует... Такая вот, друзья, территория. Это колодец, я так понимаю. Вот это вот, друзья, колодец. Здесь, наверное, тоже вода. Источник... Святой источник. Детишки бегают. Если вы заметили, очень много детишек. Как обычным намоленном месте, очень много играет, гуляет детишек, друзья. Друзья, вот такой вот вид открывается. Здесь колумба цветами. Такой вот тротуар. И... Такая вот дорожка. Там колокол. Пойдемте, пройдем колокол. Пройдемте, если быть более точным и правильным. Так. Здесь... Такой вот колокол. Такая вот башня. Я уже снимал ее. Колокольня. И... Такая вот, друзья, колокол. Такой вот интересный... Друзья, колокол. Это чугун или сталь. Очень толстый слой металла, стали. Я не знаю, что это такое чугуна. Реально, когда по нему стучишь, бронза может быть. Стучишь, прям чувствуешь то, что... Потому что если его трогаешь, он какой-то вот заряженный. То есть немного вот... Как знаете, статическое электричество. Когда снимаешь, например, с битр кофту. Такое ощущение по пальцам проходит. Сильное место очень, друзья. Очень сильное место. Прикасаешься, чувствуешь, пронизывает на костей энергетики. Вот этой энергетикой, которая здесь впитана веками уже, друзья. Какой тяжелый, да? Тяжелый. Как, в принципе, жизнь российского народа тоже тяжелая. Друзья, вот такой вот открывается вид. Шикарный вид. Дорожка такая вся цветами усыпана. Тротуар. Здесь тоже цветы. Везде, друзья, все цвета. Красотень. И вот эта высокая-высокая колокольня. Так, друзья, здесь сильное место, повторюсь. И как будто ты выпадаешь из времени. Друзья, вот такой вот монастырь. Совсем небольшой, как мне пояснили. Вот эта вся территория. Вот колокола. Что-то не хотят они сегодня, друзья, для нас с вами играть. Но мы здесь не последний день. Мы с вами придем сюда еще снимать. Вот такие вот ступеньки. Такая вот дорожка. И сюда какие цветы. Клумба. Еще одна клумба, друзья. Все тут в зелени. Нам с вами посчастливилось. Вернее, мне для вас поснимать летом. Я совершенно случайно узнал про это место. Это, наверное, вход в монастырь сам. В мужской. Я так думаю. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Думаю, приеду сюда на днях и поснимаю для вас более подробно. Я пообщаюсь с людьми, которые здесь работают. И мы с вами более подробно узнаем хотя бы какую-то информацию, что здесь и как. Говорят, здесь животные даже есть с уголка Дурова. Тот же козлик. Волки. Это уже здесь зоопарк при монастыре. Дикобразы. Верблюд даже есть, друзья. Поэтому, думаю, мы с вами в следующий раз обязательно посмотрим и насладимся не только монастырем, но и животным. Которые здесь содержатся, друзья. Какая вот красота. Друзья, идет служба. В храме. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, храм преподобного Мефодия Пешножского 19 век, если я не ошибаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, такие вот ступени большие Двери, и дверь, двери такие, давайте поднимемся, не спеша, и попробуем попасть во внутрь, если открыто, если нас не выдержит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Помоги мне, Боже, дай мне крепость в силу, Чтоб свои страсти в сердце погасил. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй и прости. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй и прости. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй и прости. Помоги мне, Боже, щедрою рукой. Не спошли терпенье, радость и покой Грешник я великий на земном пути Господи, помилуй, Господи, прости Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи